здравствуйте друзья снова мы вместе с вами в этой студии где будем изучать новый урок урок номер 12 который называется работа восстановления с удовольствием представлю гости который сегодня поможет нам изучение этого урока это петр мангу здравствуйте петр здравствуйте денис здравствуйте дорогие друзья я рад что сегодня мы можем вместе исследовать очень важные истины которые все важны но это есть особенные да сегодняшний урок работа восстановления много говорилось о восстановительной работе много об этом писал пророк исайя мы сегодня будем детально рассматривать каждый пункт восстановление восстановление чего и почему об этом писал пророк исайя и приводится здесь пример и работы не имею восстановление иерусалима и как можно это все связать для нас как для христиан вот мы живем в последнее время или насколько важна эта работа восстановления для нас ну я бы хотел дополнить что пророк исайя описывал работу восстановления и та которая будет происходить в иерусалиме после вавилонского пленения но особенно он обращает внимание на восстановление уже в новом завете когда иисус христос начнет свою миссию восстановление спасения человеческого рода и это особенно сегодня консервация нас живущих в это последнее время которым ты говорил да ведущий текст говорит так и застроят пустыни вековые восстановят древние развалины и возобновят города разоренные это написал пророк исаев 61 главе христос пришел чтобы откорректировать истины которые были изменены и использовались на стороне заблуждения он напоминал о них повторял их помещая их в правильную ячейку в оправе истины и закрепляя их так чтобы они прочно стояли на веки так это было и законом божьим субботы а также с институтом брака вот короткое примечание которое сделано такой вот маленькой резюме о том о чем будет весь этот урок мы будем сегодня говорить и о браке и мы будем говорить о семье о личном возрастании духовным а также и обрежь и которая была сделана в законе как мы можем восстановить начнем с последнего о том что суббота насколько она важна в законе как она была изменена суббота это брешь в законе божьем какое значение имеет восстановление бреши в законе божьем и что это за брешь закон божий в общем это есть как определенная ограда для безопасности для защиты для жизни и благополучия но враг или сатана как мы говорим он сделал пролом в этом законе божьем и пункт на который он особенно обращал внимание чтобы разрушить этот пункт это есть четвертая заповедь о субботе потому что именно 4 заповедь открывает нам истинного творца истинного бога его территорию и наше отношение к этому богу и враг приложил усилия чтобы разрушить именно эту заповедь потому что тогда человек теряет ориентацию и в общем то не понимает правильно характер божий требования божий и благословение которое он получает если он будет послушен и вот эти тексты которые мы читаем зиса и что застроиться потомками твоим пустыне вековые и то что когда илья пророк хотел сделать изменение в народе израильском то он сделал очень важный момент когда собрался весь народ на гору кормил то он первое что сделал восстановил разрушенный жертвенник господин далее мы также читаем из нееме что когда возбернулся народ из волонского плена иерусалим был разрушен стены были разрушены сожжены огнем и это ну как бы было для них тягостью большой или в общем то не было безопасности потому что город он являлся свою очередь местом прибежища защиты безопасности но когда это все разрушено тогда это все было нарушено и вот закон божий применяется также к этому городу убежищу и примечание очень детально описывает что в конце времени должно быть восстановлено каждое божественное установление и суббота является одним из важнейших установлений ну что далее пишется что если бы люди живущие на этой земле правильно соблюдали субботу тогда не было бы не верующих людей не было бы идолопоклонников не было бы ну таких преступников больших потому что все бы знали господа и жили бы в согласии с волей божьей вообще это пророчество которое написал пророк и сайт о том что застроиться потомки твоими пустыни вековые и восстановится очень развалены многих городов и пути вас для населения возобновятся это говорил символически или это действительно нужно было восстановить разрушенные города после того когда другие государства которые нападали на израиль они разрушали эти города что здесь имеется ввиду что-то буквально или может быть что-то такое духовное понимание этих в меньшей мере это относится и буквально восстановлением городов как на юрисалим в большей мере относятся к духовному восстановлению в душе человека это как своего рода крепость в которой должен господствовать или престол божий должен там находиться и это также было разрушено и нужно было это восстановить а если уже говорить о духовном понимании этого вопроса вот вы говорили о субботе и насколько она важна для человека мне нравится последняя строчка примечаний первого вопроса где говорится так что если бы человек всегда соблюдал субботу то в мире не было бы неверующих людей или атеистов действительно это очень верно это очень верно получается что в суббота она крайне важна для человеческого но вот такого вот существования относительно того как правильно пользоваться времени потому что суббота она как будто бы успокаивает человека от вот этой вы гонки от беготни этой повседневной и суббота она дается для человека для того чтобы как здесь говорится созерцать то что бог создал вокруг дьявол извратил многие истины и истины субботе и представляет сегодня в субботу каким-то бременем каким-то ну чем-то таким тяжелым грузом ну как это вроде невозможно мне нужно решить какие-то дела мне нужно сделать то это но в сущности суббота это есть благословение потому что человек нуждается в отдыхе физическом а также нуждается и в духовном в таком возрождении в подкреплении духовном а это мы можем получать в субботу когда приходим на богослужение когда молимся господу размышляем о творческой силе божией плане спасения это благословенное время значит первое для того первое что нужно сделать для того чтобы сделать хоть какие-то изменения по направлению господу это первое то что мы должны обратить внимание на то как мы светим субботний день да очень второе брак и семья и это следующие вопросы каким был первоначальный замысел бога относительно брака что господь хотел вообще от брака на самом деле когда он создал этот союз между адамом елой еще в едеме то есть эти два установления брак и суббота они берут свое начало с едема и они были предназначены для счастливой жизни человека на этой земле брак состоит из двух личностей мужчины и женщины которые господь сотворил в начале объединил их благословил их и сказал что человек прилепится к жене своей и будут двое одноплоть это действительно очень чудное проявление заботы о человеческом роде потому что именно в семье человек может развивать наилучшие качества своего характера именно в семье человек может испытывать ту любовь которую он так сильно нуждается то есть отдавая любовь и получая любовь человек становится счастливым семья создает возможности продолжение человеческого рода ничто иное и если бы вот так свято как это было в начале установленного господа сохранялась и сегодня эти отношения в браке то я думаю что очень многие люди были бы счастливы очень многие люди жили бы более дольше нежели сегодня живут очень многие люди избежали бы многих проблем и там многих болезней потому что господь в начале сказал что когда он посмотрел на все что он создал и в том числе брак и субботу тогда что было все весьма хорошо я верю то что мне так кажется то что то что господь созидал хочет разрушить сатана сатана сделал брешь в законе и убрал субботу оттуда потому что это было основополагающим в законе божьем который говорит о том что господь создал все вокруг это был как памятник о творце о создателе господь создал и семью господь установил брачные отношения создал крепкий институт брака и поставил принципы которые должны люди которые сходятся в браке они должны руководствоваться этими принципами кто должен быть во главе в семье что что бог должен быть центром и это сатана хочет разрушить потому что он хочет поставить под сомнение любое установление божье как вы считаете почему с такой же целью подходили фарисейка иисусу когда спрашивали о разводе ну потому что уже в то время была практика что можно было по каким-то причинам развести с женой своей или жене с мужем что ответил иисус христос на подобные вопросы фарисея они даже привели доказательства что вот моисей разрешил нам писать письмо или скажем народу нашему писать письмо то сказал что позже столько сердию вашему было это допущено но вначале не было так то есть иисус показал что оригинальное начало или оригинальное происхождение института брака и создание семьи она имеет совсем другие принципы всем другие отношения совсем другие планы и именно соблюдение того что было в начале она принесет человеческому роду счастье благополучие и сохранит от многих бедствий как нарушение субботы принесло для в человеческой жизни много проблем и скажем что стали безбожники атеисты люди нарушают другие заповеди очень легко то и нарушение верности в браке но тоже приносит много страданий до для самых скажем супругов потом для их детей для родителей которые переживают это все как бы сказать не способствует на благо на наоборот к страданиям к разрушению и к безнравственности на брачных торжествах когда мы находимся на брачном пире но сначала идет первая часть когда происходит благословили благословение молодых и сочетание в браке мы часто проповедником слышим такие слова которые вот здесь же написаны и сказаны с христом что господь сочетал человек да не разлучает сегодня статистика говорит об обратном что человек разлучает очень много статистика разводов она просто шокирующая как вы считаете вот последнее время это эта статистика она как-то ну имеет свое влияние на церковь как нам относиться к этому вот следующий вопрос таки говорит что каким образом божественный институт брака и семейные взаимоотношения будут восстановлены в последние дни ну таким образом чтобы принять совет божий чтобы вникнуть те слова которые записаны на страницах еще написания что последние дни господь обречает я пошлю к вам илью пророка и он обратит сердца отцов к детям сердца детей к отцам их то есть истинное восстановление отношений правильных семье это может быть под руководством слова божьего под руководством силы святого духа но не придет илья буквальный это есть люди которые понимают важность скажем этих установлений которые своим учением и практикой поддерживает это установление и помогают другим восстанавливаться потому что также иисус сказал что илья прежде придет и восстановит все то есть восстановление здесь идет идет речь уже не о материальных каких-то объектах городах дорогах и прочее именно восстановление правильного мышления и правильных отношений между людьми начиная с семьи родители дети дети родители таким образом все общество будет иметь преимущество восстановления но к сожалению не все люди примут этот совет и ты спрашивал как это влияет на церковь в нашей церкви принципы брака и закона божьего они ну стоят на должном уровне то есть можно сказать что в нашей церкви принципы брака и отношения институт семейных отношений он таков как был изначально да учение скажем очень верное и правильное но к сожалению уже проявляется сегодня факты что все-таки сатана находит места слабые и сегодня есть молодые люди может быть уже не совсем молодые которые разлучаются или же разводится в браке и бог это не приветствует конечно нет ну если это противоречит божьим планам и божьей воле как господь может это приветствовать и церковь истинная церковь господня она старается сделать все чтобы восстановить это и учением а также и практической жизни ну что ж мы поговорили о субботе мы поговорили о браке и о семье сейчас мы будем говорить о личностном развитии о том как сам человек может возрастать духовно и почему то опять авторы этих уроков они возвращают нас к проблеме или проблема принципу правильного питания вот следующий вопрос так и называется практикуя воздержание в пище опять мы возвращаемся к вопросу питания опять нам здесь говорится о том насколько важно управлять воздержание в пище ну давайте теперь изучим действительно настолько ли это важно или можно или это сравнить по важности с институтом брака или даже может быть субботы которая в законе если здесь написано наверное это важно безусловно важно потому что мы становимся тем что мы едим если мы правильно питаемся значит у нас правильное мышление значит у нас правильно функционировать всех органов тела если мы нарушаем это то рано или поздно это производит замешательства ну проявляется нехорошее качество характера это влияет опять на отношения в семье это влияет на отношения в обществе поэтому это очень важный пункт каким должен быть образ жизни тех людей которые готовятся к скорому возвращению иисуса ну образ жизни должен быть правильный если сказать коротко ах что правильно а правильно то что учредил автор или создатель этого человека вот сегодня промышленность она очень развита до автомобилестроение она очень развита и скажем производители автомобилей они предписывают на каком топливе должен работать этот автомобиль в какое время проходить техническое обслуживание прочее тогда он служит долго и безопасность обеспечена ну а мы как живая машина разве менее важно вот эти аспекты что мы едим когда мы едим как мы питаемся что мы пьем сегодня действительно в мире большинство проблем не недостаток питания может быть есть где-то отдельные страны бедны но сегодня излишество в питании избыток и вот это вот все что изобретает сегодня промышленность она не все полезно она не все ну здорово но на так представляется через рекламу через вот эти этикетки красивые что она привлекает и добавляется определенные вкусовые туда добавки чтобы человек хотел этого кушать но так сказать к сожалению она не здорово и она причинает много проблем в человеческой жизни потому что страдает не только но физическая сторона или физиологии но страдает ум и скажем мышление неправильное это уже проблема большая становится все-таки действительно это очень сложный вопрос для тех людей которые проявляют в этом слабость и я думаю что недаром первый грех был связан именно с этим о том что его проявила не воздержание в том что она сжала этого под возвратимся в начало истории о том какие были божьи установления относительно питания для первых людей какая пища была дана адаму в начале и что господь рекомендовал да господь создав человека позаботился о его здоровье его благополучие план божий был чтобы человек жил вечно и сегодня уже наука исследует и находят что все-таки человеческое организм строим так что если создать скажем необходимые условия все будут выполнены многие предписания то он сделал так что эти клетки которые от которых зависит жизнь и благополучие человека они способны развиваться но проблема в том что по причине греха уже и отмирают эти клетки и они создают вот такой дисбаланс но питание вначале было предусмотрено простое здоровое доступное это были злаки это были фрукты и это были орехи то все самое что необходимое для человеческого организма что не нужно затрачивать большие усилия скажем для того чтобы ну приготовить это и уже данные советы что пища которые мы едим она должна быть проста она не должна быть очень большие комбинации сложные потому что тогда приходится организму затрачивать много сил для того чтобы все это переварить это усвоить что-то может быть удалить и она создает проблемы в нашей жизни да я когда-то слышал такое выражение о том что господь придумал пищу и питание а дьявол придумал кулинарию и шеф-повара то есть чтобы утолить все вот такие вот изысканные вкусы человека после грехопадения еще было добавлено в питание человеку ну овощи так мы понимаем то есть трава сеющие семя чтобы человек работая над этим в поте лица будет добывать этот хлеб и также кушать его ну для подкрепления своей силы и здоровья хочется отметить тот факт что написано еще что тернии и волчица она тебе произведет и будешь в крови в поте лица своего добывать хлеб ну это все естественно после грехопадения да и этот момент сатана хочет изменить и этот момент истинного правильного питания сатана хочет как-то поменять свою сторону чтобы человек не думал о том как правильно питаться а думал только о том как утолить какие-то свои может быть плотские страсти проявить невоздержание хотя нам говорится здесь что воздержание важно что нашептывает сатана сегодня вот очень хорошо описал пророк исайя в двадцать второй главе ну нашу то что человек живет один раз и надо эту жизнь прожить так чтобы потом ну как будто бы не жалел что он просто я прожил и считает что самое лучшее скажем ну времяпровождение это есть и пить веселиться и есть и пить не то что господь предусмотрел от начала то есть скажем злаки фрукты там орехи чистая вода а пить то есть есть мясо пить вино то что как будто бы на первый взгляд кажется что оно вкусно но вкусно потому что извращен аппетит а на самом деле когда человек приходит в такое ну нормальное состояние его образа жизни и понимания то для него это просто ну не приемлемо так не приемлемо как например залить в машину которая работает на бензине залить дизельное топлива до в крайнем случае заведется будет дыметь шуметь и не результата не будет вот это происходит измененные сердца называется следующий вопрос и здесь мы будем говорить об изменении не в аппетите не в институте брака не в субботе о будем говорить о собственном сердце изменение внутреннего характера что должно произойти прежде чем бог сможет начать работу восстановление в каждом из нас что должно произойти должно произойти изменение должно произойти раскаяние должно произойти осознание того что мы страдаем потому что мы отошли от оригинального плана божьего господь не может благословить господь не может исцелить наши болезни если мы продолжаем нарушать закон божий и единственный путь это обратиться господу в смирении в раскаянии признать, что мы неправы, и изменить этот образ жизни, тогда Господь говорит, я прощу все беззакония ваши, исцелю все недуги ваши и дам вам жизнь благословений. Это касается и этой временной жизни, которая ограничена нашим пребыванием на этой земле. Но большее преимущество и благословение образа жизни, воздержания, послушания, это вечная жизнь, уже где не будет болезни, где не будет страданий, где будет вечная радость, вечное счастье. Что бы пообещал сделать сердцами тех, кто желает служить Ему? Господь обещал, что Он изменит сердце, Он даст новое сердце, Он изменит наши мысли, наши чувства, наши желания, потому что сами по себе мы не можем этого сделать. С того момента, когда первая пара людей, они вкусили запретный плод, это уже, ну, вот эти силы противостояния, они были, начали разрушаться. А уже в наше время, когда прошло почти 6 тысяч лет вот в этой жизни, в грехе и непослушании, наши моральные силы еще слабее. Но Господь неизменный, Он тот же. И тот человек, который признает свою, скажем, несостоятельность и свою виновность, обращается к Господу, то Господь обязательно совершит эту работу. Изменение сердца, это не просто, ну, скажем, взять сердце хирургическим образом и поменять. Это не относится к нашему физиологическому сердцу, но это больше к нашему сознанию. Чтобы поменялись наши мысли, наши понимания, скажем, наши отношения, и тогда будет изменение полностью жизни. Да. Заключительный вопрос именно в этом вопросе, в четвертом, по изменению, относительно изменения сердец. Насколько всеохватывающей является истина для обращенного христианина, и о чем мы будем постоянно молиться? А что, нужно постоянно молиться христианину? Разве недостаточно один раз помолиться и сказать Господу, что вот я таков, как я есть, я принимаю меня такими, и все, мне больше молитва не нужна. Это истина, которая открыта нам, она действительно всеохватывающая. Человек, который уже обратился к Господу, он не может довольствоваться тем началом. Но это истина прогрессирующая, это жизнь прогрессирующая, это как открытие света или восход солнца, который восходит, может быть, свет солнца слабее, нет такой теплоты, но оно должно возрастать все больше и больше. И вот такая истина, ну, познания воли Божьей. И условия для этого, они, в общем-то, доступны для нас. Мы должны понять, что наша сила Господь, наше спасение в Господе, и нет другой возможности, чтобы мы могли избежать последствий греха, проклятия и смерти. Это только возобить Господа всем сердцем, всей душой, всей крепостью. Это даст нам моральные силы, и это даст нам тесную связь с Господом. Именно молитва помогает нам поддерживать связь с Господом. И молитва Давида, который молился, Господи, Ты испытай меня, Ты узнаешь, что во мне неправильно. Если я на опасном пути, направь меня на путь вечный. Эта молитва должна быть каждого истинного обращенного верующего. Не надеяться на себя, не быть уверенным в себе. То есть, то, как я понимаю, как я практикую, это лучше всего. Враг может обольстить и может завести, скажем, в какие-то трудные понимаемые места, человек может не понимать. Но Господь все знает, Он откроет, Он поможет, чтобы, ну, это было выполнено в должной мере, в должной степени и сохранит от многих испытаний. То есть, практически, если человек перестанет молиться или не будет молиться, по примеру, Давида, то это все с ним может произойти, что вы рассказали. Да, да, потому что враг очень сильный, он очень лукавый, он очень, скажем, преуспевающий в зле и в грехе. У него нет другой цели, как только разрушить, погубить и, скажем, одолеть человека как можно дальше от Господа. Заключительный вопрос, весть на все века. Как праведные относятся к вести истинной, в отличие от нечестивых людей? Ну, сравнивается в Слове Божьем, особенно в притчах Соломона, что путь или жизнь нечестивых, беззаконных, это есть как тьма. И они ходят во тьме, и думаю, что каждый из нас имеет опыт, что ходить в темноте, особенно в незнакомых местах, это сопряжено с многими опасностями и проблемами. Но путь праведных, это как светило лучезарное, то есть это как свет солнца, который более и более светлеет до полного дня. То есть работа восстановления, работа реформации, это прогрессирующий такой путь, это не единовременное что-то. Это всю жизнь человек должен исследовать, узнавать, побеждать свои, может быть, слабости, практиковать те советы, не просто знать теоретически, но практиковать на практической жизни. И вначале это дается трудно, потому что должна быть борьба со своим «я», со своим аппетитом, со своими прихотями. Но постепенно, благодаря благодати Божией, это происходит все легче, и в конечном итоге человек уже действительно выходит победителем. Потому что только побеждающие могут наследовать все. Как вы считаете, человек, который не прогрессирует, не молится, не воздерживает себя в пище и питании, может быть, неправильно сохраняет институт брака в семье, и для него субботы не святой день. Хотя при всем при этом он приходит на служение, он каждый раз в субботу молится в собрании, он участвует в общих псалмах, он, может быть, отвечает на вопросы по уроку. Но при всем при этом он не проявляет тех стараний, которые Господь просит, не следует тем рекомендациям, которые Господь здесь дает. К чему придет такой человек, называющий себя христианином? Все равно я думаю, что для такого человека есть еще шанс. Потому что если он находится в этой среде, и он слышит эти истины, и он, пусть даже может быть формально, но приходит на собрание, пусть он даже формально, но молится Господу, все-таки есть надежда, что благодать Божия однажды коснется его сердца и его души, и он сможет преобразоваться, он сможет восстановить эти развалины, о которых мы говорили. Хуже, когда человек полностью этим пренебрегает и считает, что это вообще ни к чему не нужно. Считает, что жизнь, скажем, в свое удовольствие, жизнь, как живет весь мир, это правильно, и он полностью находится во тьме. Но если человек не сделает изменений каких-либо, даже которые приходят на собрание, то, конечно, у него тут нет будущей надежды. Он почти спасен, но он будет погибший, если он не сделает вот эти прогрессирующие шаги в своей жизни. Для этого дана благодать Божия каждому человеку. Для этого дана познание Иисуса Христа, который прожил жизнь подобно нам. Он был искушен во всем. Он перенес голод, он перенес жажду, он перенес страдания. Он был также искушен в этих вопросах, где Адам и Ева пали, в вопросах аппетита. Иисус вот в пустыне именно был искушен в этом. Но он победил, потому что он, ну, скажем, знал, что как написано, он знал, какая есть воля отца, и он знал, что нужно для того, чтобы победить врага и, ну, в общем-то, встать на правильный путь, чтобы вернуться в утраченный Едем. Да. Заключительный вопрос в этом уроке. Общий, который будет подводить итог, можно сказать, и завершающий. Как долго пребудет истина и до каких пор будет продолжаться работа реформации? Ну, истина, она вечна, потому что истина сходит от Бога, и если Бог вечный, то истина вечна. Ну, и тот человек, который благодаря принятию этой истины, принимая Иисуса Христа в свою жизнь, принимая, исполняя закон Божий, он также получает право жить вечно. Ну, а работа реформации, она будет совершаться, доколе не будет восстановлены все божественные установления. То есть, она будет совершаться до пришествия Иисуса Христа. Когда люди полностью разделятся, можно сказать, на два класса. Одни, которые ожидали, которые приготовились к этому, ускоряли пришествие Иисуса Христа, восстанавливали свои отношения к Богу, к ближнему, к самому себе. А также и они приготовились для того, чтобы быть вечными. И другой класс людей, которые этим всем пренебрегали, и они дойдут до, скажем, до границы, что уже все утрачено, уже ничего нельзя восстановить. Мы слышим, что Господь говорит, не проститься, не чести народу всему никогда. То есть, уже не будет дано другой возможности. Нам дана одна возможность, мы должны это ценить. И примечание описывает, что реформация или восстановление, оно не закончилось во время Лютера. Он начал эту работу, ему был открыт определенный свет, он эту работу сделал успешно. Но мы живем во время, когда этот свет намного больше, и наша жизнь должна соответствовать этому свету. Господь откроет еще больший свет, я так верю. И Он поможет, чтобы мы ходили в этом свете, и чтобы это приносило нам радость, и чтобы мы жили во славу Божию. Петр, я думаю, что наши зрители и я, мы очень благодарны вам за то, что вы могли объяснить основополагающие истины этого урока. И вот этот баланс, который мы должны сохранить в своей жизни относительно субботы, брака, правильного питания, возрастания в истину, очень важен в жизни каждого христианина. Я благодарен Богу, что Он также дарует нам эти откровения, и что мы имели возможность быть здесь, в этой студии, чтобы рассуждать об этом и помочь другим людям через то, что они будут видеть, слушать, и также вникать в Слово Божие, потому что это есть главная обязанность человека. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы сегодня были с вами. Увидимся с вами в следующий раз. В следующий раз мы с вами будем изучать заключительный урок, урок номер 13 из общего цикла, который мы изучали до сих пор в Вести Реформации. Я благодарю вас за то, что вы были сегодня с нами. До новых встреч. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»